Поджог снова стал способом избавления от построек, мешающих застройщику. Подчеркнул, что прямых доказательств вины застройщика нет, но жители опираются на косвенные. В августе застройщик пытался снести сарай, но жители не дали. Не прошло и месяца, как сарай запылали. Вот так горят сараи. Застройщик, вот там вот, забор стоит, застройщик, вышел объявление, что снесут 26 сентября. Мы их отстояли, всеми правдами и неправдами, через Минград, через Минстрой. Вот, пожалуйста. Не хотите сносить, значит, мы вам их сожжем. Время 3 часа ночи. Есть информация, что видели, как раз за сарай, с той стороны, где забор заходил парень. Потом оттуда убежал, через какое-то время все полыхнуло. Из-за того, что здесь надо дорогу проводить туда, на стройку. Из-за этого, наверное, кто-то поджег, чтобы они проходили, проезжали. У нас 20 августа повесили объявление от застройщика, то, что будут сносить сарай. В принципе, мы так и думали, что их подожгут, потому что у нас до этого и так же было, когда вот здесь сарай у нас стояли, где сейчас кирпичные, их сожгли в свое время. Потом на месте нового дома там стоял тоже деревянный дом двухэтажный, его тоже сожгли. Поэтому это все было предсказуемо, то, что так получится. Нам прибили забор прямо к сарае. Мы сказали, что убирайте вам 5 дней для того, чтобы вы все убрали, и мы будем все сносить. Мы с соседями, ну, с жильцами дома обращались в разные инстанции, в том числе администрацию. Нам предоставили ответы официальные, то, что застройщик ничего сделать не может, то есть на сарае они не имеют права покушаться. Ну, не прошло сколько, с 20-го числа прошло немного времени, и сарай сожгли уже в итоге. Если бы, скажем так, это шли цивилизованным путем, это было бы все намного дольше. Это нужно решение искать, какой-то компромисс обсуждения вопросов. Опять же, согласование с жильцами дома, чтобы разрешили решить данный вопрос как-то. Ну, это быстрый способ. Могу сказать, что никакого отношения мы к этому не имеем. Просто, когда сносили дома, было предложение этот старый сарай убрать. Но, общавшись с местными жителями, они сказали, что не надо. Ну, не надо и не надо. Они нам никаким махаром не могли. Нет, ничем, абсолютно. Просто на этом сарае было объявление, повешенное еще от администрации района. Мы повесили свое. Если надо убрать, давайте уберем. Не надо, значит, не надо. Нет, от администрации района объявлений никаких не было, так как эти сараи, во-первых, расположены при домовой территории жилого дома. И администрация никак не имеет права даже осуществлять эти действия. Эта территория закреплена за собственниками жилых помещений на квартирного дома. Совпадение очень странное, как местные утверждают. Собирались сносить. Но много всего бывает. Мы его не собирались сносить. Еще раз говорю, это было предложение убрать, потому что сарай находился в плохом очном состоянии. Это метод, который не должен вообще существовать в наше время. И виновные должны быть наказаны в любом случае. Единственное, тут нужно как-то найти и доказать вину. Виновных сейчас устанавливают пожарные дознаватели. Но по опыту предыдущих поджогов, которые в Нижнем Новгороде случаются достаточно часто, поджигателей устанавливают крайне редко.